Нужны ли углеводы для роста мышц, для роста силы и можно ли вообще, может быть, без них набирать мышечную массу? И в принципе, массу можно ли набирать без углеводов? Давайте начнем с того, что есть такая штука, как рекомпозиция. То есть это когда у вас становится меньше жира и больше мышц одновременно. Да, это возможно, в организме постоянно происходит и катаболизм, и анаболизм одновременно. Какие-то клетки уничтожаются, какие-то создаются. Когда мы на небольшом дефиците калорий и у нас много жира на теле, мы можем одновременно растить мышцы и сжигать этот самый жир. Вот этот самый жир даст энергию для роста мышц, потому что в жире у нас 7800 килокалорий, это очень много. И вот именно эта энергия будет использована для роста мышц на дефиците калорий у нас. Причем это возможно не только у новичков, но и у опытных, тренирующихся, кто либо забросил давно тренировки, либо набрал слишком много жира. В таком случае, да, вы можете одновременно сжигать вот этот вот жир и растить мышцы. Как видите, для этого избыток углеводов в принципе не нужен. Это возможно, это происходит, есть метаанализы на эту тему. Есть множество исследований, которые намекают напрямую на то, что вы можете набирать массу за счет добавления жира в питание, а не углеводов. Например, вот в этом исследовании было две группы мужчин, которые 8 недель тренировались, и одна группа ела немного углеводов, а другая много. Да, разница была незначительная. Одна группа ела 3,8 на килограмм, а другая ела 5,3 грамма углеводов на килограмм. В итоге абсолютно никакой разницы между ними не было. Они обе эти группы набрали одинаковые мышцы, и сила у них выросла одинаково за 8 недель. Но по-моему, не очень показательно, потому что все-таки 3,8 грамма это не намного меньше, чем 5,3 грамма углеводов. Ну хорошо, а как насчет вот этого метаанализа, то есть исследование-исследование, где показано, что кетодиета не хуже для роста мышц, чем высокоуглеводной диеты. Вот это поворот! Как вам такое? Кетодиета не хуже для роста мышц и массы до тех пор, пока там есть избыток энергии. То есть организму не так важно, откуда энергия берется, из углеводов или из жиров. Ему главное, чтобы был избыток энергии, чтобы набирать массу. То есть пока соблюдаются условия для роста мышц, это, во-первых, достаток белка, то есть строительного материала. Во-вторых, энергия, которую можно получить как из углеводов, так и из жиров. Причем из жиров, даже которые в виде жира на теле висит, тоже можно использовать как энергию для роста мышц. И в-третьих, нужен тренировочный стимул. Поэтому я часто рекомендую есть побольше жирного тем, кто не может набрать массу. В жире очень много энергии на его объем, то есть в одном грамме жира у нас 9 килокалорий. В углеводах для сравнения всего лишь 4 килокалории на 1 грамм. Как-то так, то есть вы можете добавить жира в ваш рацион, если у вас не получается набрать массу, а не углеводов. Хотя я рекомендую и то, и другое. Всем массы, ну, мышечные.